Новый год с чистого листа. Почему перед праздниками лучше заплатить по счетам? И как узнать, нет ли вас в списках должников? Во избежание принудительного взыска незадолженности через суд. Под звуки марша уходят в армию солдаты. Заключительная отправка. 200 ребят ушли служить этой осенью. С рабочим визитом Альметьевск посетил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирик Файзулин с главой района Тимуром Нагумановым. Они осмотрели новостройку на 28-й позиции, затем прошли в инженерную школу. Учреждение рассчитано на 858 учащихся. Новая школа строится в микрорайоне Западные ворота. Она позволит решить проблему с перегруженностью образовательных учреждений в новых микрорайонах. Затем делегация проехала на очистные сооружения, где продолжается реконструкция, на объекте построен цех с современным оборудованием для обработки осадка сточных вод. Проведена реконструкция резервуаров, по которым проходит вода, и двух бассейнов перемешивания. Также завершено строительство нового узла механической очистки. Модернизацию очистных сооружений планируют завершить в 2020 году. Завершился визит с совещанием. На нем обсудили дальнейшие взаимодействия и обсудили планы на будущее. К теме предстоящих праздников в Альметьевске открыли елку в сквере «Каракуз». Подарком для гостей праздника стала премьера уличного спектакля «Щелкунчик и четыре королевства». Актеры показали новогоднюю историю в современной интерпретации. Что из этого вышло, смотрите далее. Датик-щелкунчик! Какая милая игрушка! Открытие елки началось с премьеры новогодней сказки «Щелкунчик». Сюжет был далек от оригинала. Создатели вдохновлялись диснеевским фильмом «Щелкунчик» и «Четыре королевства». У него же позаимствовали название. Вышли мыши как-то раз, поглядеть который час. Раз, два, три, четыре. Мыши дернули за гири. Японское королевство цветов, британское чаепитие, французское королевство развлечений. Через них надо пройти, чтобы попасть в четвертое. Королевство снежинок и есть Альметьевск. Маршрут персонажей перекликается с оформлением сквера. Путевые указатели до мировых столиц, поздравления с праздником на разных языках. И главные изменения в драматургии – появление Деда Мороза. И, разумеется, счастливый финал. В отличие от оригинала, даже мышиный король не пострадал. Задействованы 24 актера. Работа над спектаклем шла полтора месяца. Столько ушло на идею сценарий декорации. Горожане старание оценили. Круто! У него больше всего впечатления, по-моему. Человечек забыл глотать слюну, прям, рот открыл. Здесь вообще очень красиво, очень суперская. Такая атмосфера царит. Нам приехали гости из Казани и очень под впечатлением от всего, что у нас в Альмейцевске происходит. Вообще классно здесь у вас, в Альмейцевске. В Казани такого нет. Очень здорово, все-таки молодцы. То, что организовали такой спектакль перед Новым годом. Подняли настроение. Очень здорово все. Тем более мыши так как раз к Новому году, что следующий год мыши. Те, кто не смог посетить премьеру, могут посмотреть «Челкунчика» на открытие городской елки 28 декабря. Актеры уличного театра готовят и другие представления на каникулы. Спектакли специально подготовили к долгим праздничным выходным. Их будут ставить на трех площадках. На стадионе 20-й школы, в сквере «Каракуз», на площадке возле Дома культуры Нижней Мактамы. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Ильшат Бахтиев, Альмейтис ТВ. И в эту субботу, 28 декабря, в Альмейтиске состоится открытие городской елки. Новогодний городок разместился на площади перед Дворцом культуры Невче. В программе праздника игры, спортивные соревнования, семейные эстафеты, они начнутся в 15 часов. В 17.15 в поздравлении Деда Мороза, в 18.15 начнется уличный спектакль. С 19.30 до 9 часов вечера будет дискотека. И следующий сюжет тоже по теме приближающихся праздников. За налогоплательщиками в Альмейтиске числится долг в 150 миллионов рублей. Налоговики советуют альмейтисцам встретить Новый год без долгов. Налоговые службы проводят кампанию. Новый год без долгов людям помогает узнать, не задолжали ли они по налогам и начать Новый год с чистого листа. Во избежание принудительного взыскания задолженности через суд и препятствия при выезде за пределы Российской Федерации необходимо производить уплату в установленный срок. Не успели уплатить налоги? После 2 декабря они перешли в разряд задолженности. За каждый день просрочки начисляются пени. И если собираетесь в отпуск на зимние каникулы, лучше заранее убедиться в отсутствии долга. При наличии задолженности на гражданина может быть наложено ограничение на выезд за рубеж. Узнать о задолженности и погасить ее просто. При обращении в инспекцию граждане проинформируют о начисленных или уплаченных ими налогах. Если понадобится, оформят доступ к личному кабинету налогоплательщика, поясняют процедуру уплаты налогов и проконсультируют. На сегодняшний день сумма задолженности составляет более 150 миллионов рублей, в том числе половина от данной суммы, а именно более 70 миллионов рублей. Это задолженность текущего года по сроку уплаты 2 декабря 2019 года. Оплату налогов граждане могут производить как за себя, так и за третьих лиц. Удобнее всего пользоваться электронными сервисами на сайте ФНС России. Также можно привести оплату в мобильном приложении или в любом почтовом и банковском отделении. Это еще не все новости. Смотрите далее в эфире. 50 тысяч регистрационных операций РОС доли электронных услуг Росреестр подвел итоги. Куда звонить, если возникла проблема? Телефоны экстренных служб. Около 50 тысяч учетно-регистрационных действий провел Альметьевский отдел управления Росреестра. Это данные за 11 месяцев. В 2018 году операций было меньше, примерно на 14 тысяч. С итогами работы ознакомила начальник отдела Эльвира Аблеева. Большая часть проведенных операций, около 40 тысяч, это регистрация прав. Также отдел занимался постановкой на кадастровый учет и единой процедурой кадастрового учета и регистрации прав. Увеличилась доля электронных услуг. С начала года обработали более 6 тысяч электронных заявлений. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Активно сервис использовали застройщики, банки, нотариусы, органы государственной власти, юридические и физические лица. Управление Росреестра по Республике Татарстан напоминает, что на квартале Росреестра доступны все основные услуги ведомства в электронной форме. Регистрация прав, кадастровый учет, предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости. В новогодние праздники экстренные службы района перейдут на усиленный режим работы. Вопросам безопасности посвятили заседание антитерритической комиссии. За общественным порядком в новогоднюю ночь на центральной елке будут следить около 150 человек. Это полицейские, сотрудники частного охранного предприятия, дружинники и муниципальные служащие. Столько же будут дежурить на открытии елки в субботу. Подробно на свещании говорили и о противопожарных мерах. В селах созданы площадки для запуска фейерверков. В районе их 36. Еще две в городе – это городской парк и площадь нефтяников. Это места, где официально разрешено использовать пиротехнику во время особого противопожарного режима. В преддверии праздников и во время них в городе будут проверять соцобъекты, жилые дома. Проверки будут проходить и в ночное время. Начнутся они 29 декабря. Завершить планируют к 9 января. Будут проверять, выполняется ли на объектах требование пожарной безопасности. Предлагаю в период с 30 декабря по 10 января спланировать работу протилактических групп. Основные силы необходимо сосредоточить на проведении подворовых обходов. С проведением инспекции особое внимание обратить на категории социальных благополучных граждан, многодетных семей, одинаковых постарелых и малоподвижных граждан. В 2019 году в районе произошло 432 пожара. В них погибли 8 человек и 12 пострадали. На сайте нашей телекомпании вы можете найти телефоны экстренных служб Ольметьевска. Кроме того, как обычно, позвонить можно будет по единому номеру 112. Диспетчер направит пострадавшему пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь или аварийную газовую службу в зависимости от вида чрезвычайной ситуации. Однако есть и другие экстренные службы города, номера телефонов, которых также могут пригодиться. Список телефонов таких служб размещен на сайте в рубрике «Полезные новости». В Ольметьевске завершился осенний призыв. На днях состоялась последняя отправка призывников. При решении военного комиссариата 20 молодых людей отправились в Казань на контрольную медицинскую комиссию в сборный пункт. Там станет известно, в какую военную часть попадут новобранцы. За время осеннего призыва большинство призывников отправились в сухопутные и ракетные войска, воздушно-космические силы и нацгвардию. Этой осенью ряды российской армии пополнили 200 альметьевцев. В республике служить отправились 3500 человек. Уклоняется от службы в армии около 100 альметьевцев. Призывники, которые без весомой причины не приходят в комиссариат, будут привлечены к административной ответственности. Партнер программы новости – магазин «Элемент». «Элемент» предлагает широкий выбор оригинальных запчастей для грузовых машин и дарит к Новому году скидки и подарки. Более тысячи наименований в наличии и под заказ. Надежные поставщики. Своевременная доставка. Гибкая ценовая политика. Телефон 8-917-232-85-58. Магазин находится на пересечении улиц Шоссейной и Туфатулина. Через несколько минут узнаем прогноз погоды на предстоящие сутки. А прямо сейчас очередной материал нашей традиционной рубрики «Есть вопрос». Банкротство физического лица со стороны выглядит удобным способом избавления от накопившихся финансовых проблем. Однако, только внимательно изучив все положительные и отрицательные черты, можно принять соответствующее решение и начать проведение данной процедуры. Поправки, внесенные в Федеральный закон о несостоятельности, позволяют гражданам инициировать вопрос о своем банкротстве, если они подходят установленными условиями. В целом, задача нововведения заключается в предоставлении физическим лицам дополнительных возможностей. Пройдя через все процедуры, человек приобретет статус банкрота. Затем ему придется распродать все, что имеется в собственности и расплатиться с долгами. Отметим, что раннее исполнительное производство могло поддолжаться до самой смерти должника. Ему не разрешали выезжать в другие страны, совершать сделки, вести деятельность в качестве ИП. Несостоятельность же физического лица подразумевает полное освобождение от долгов и от кредиторов. Существует два варианта банкротства гражданина. Реструктуризация. Суть данной процедуры заключается в том, что человеку предоставляется право рассчитываться с долгами не сразу же, а в течение трех лет. При этом условия выглядят достаточно выгодными. Переплата составит примерно 7%. Данные денежные средства пойдут на оплату труда финансового управляющего. Однако нужно понимать, что гражданину, претендующему на реструктуризацию долга, предъявляются определенные требования. Второй вариант – это реализация имущества. Если говорить по существу, то продажа имущества – единственный из вариантов, который позволяет полностью списать долги физического лица. Однако имеются и те вещи, которые реализовать нельзя. Ни в коем случае. Минусы банкротства. Так как у любой судебной процедуры они имеются. Они заключаются в следующем. Вашими личными средствами и доходами в период реализации имущества будет распоряжаться финансовый управляющий. При заключении сделок в период банкротства вы должны получать одобрение от финансового управляющего. После банкротства вы не сможете в течение пяти лет повторно стать банкротом, даже если для этого будут все обстоятельства. Три года после банкротства вы не сможете занимать руководящие должности. Пять лет после завершения процедуры вам необходимо будет информировать новых кредиторов о статусе банкрота. Если у вас есть ипотека, она, скорее всего, будет реализована при банкротстве. Но все же плюсы банкротства куда существеннее. Вы сможете списать все свои долги по кредитам без возврата. После завершения суда вы больше никому ничего не должны. Преимущества банкротства и положительные черты личного банкротства относятся в основном к самой сути банкрота. Так она дает человеку возможность избавиться от долгов, частично или полностью удовлетворив требования кредиторов. Если заем не получается погасить за счет реализации имущества гражданина, то он просто аннулируется. В Альметьевске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночью минус 12 градусов, днем минус 8. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Больше информации и все выпуски наших программ пишите нам в соцсетях. Мы есть везде. А полная программа передачи телеканала Альметьевск ТВ еженедельно публикуется в газетах «Знамя труда» и «Эльмят Тоннары». Приобретайте газеты в киосках города или подпишитесь на ближайшее полугодие. Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях или через редакцию. Телефон для справок 32 59 81. На этом прощаюсь. С вами всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин